Приход Михаила Геребачева к власти в России, в Советском Союзе точнее, это был непростой акт. Это было хорошо продуманное действие Запада. Его крестной матерью была мадам Тетчер, которая ввела его в высший масонский поле. И для него стали работать все крупнейшие масонские структуры мира. Я это знаю совершенно точно, потому что я видел архивы в Америке на этот счет. И тогда же Запад разработал специальную операцию, которая была названа «Перестройка». И вот эта перестройка, которой автор для всех явился Геребачев и требовал выполнения ее, превращение Советского Союза в новое государство, новое мышление, как он говорил. Это все свидетельствует, свидетельствует о том, что он был главный проводник идеи разрушения власти в этом государстве и дальнейшего разрушения государства. Вы знаете, очень многое появилось сразу же, благодаря Петербурге Западу, во всех республиках Советского Союза националистических движений. Они получали финансирование тоже со стороны Запада. Тогда это было проще сделать, чем сейчас. И эти структуры довольно быстро набирали обороты. Все эти националистические группировки, они образовались только для того, чтобы развалить Советский Союз. Чтобы начать внутри каждой республики свою перестройку. Превратить каждую республику в мононациональное государство. Выдавить из республики лиц другой национальности. Где-то это делалось медленно, где-то довольно быстро, но на Кавказе все это делалось очень активно. На Кавказе началось все это в Грузии. В комсоходе сразу же стал кричать, что Грузия только для грузин. То же самое происходило и в Азербайджане. И в Азербайджане был найден враг. Этим врагом стали лица армянской национальности. И для них армянин это все равно, что враг звучал. Понимаете? Это вот как бы предыстория. Это очень короткая. Об этом можно говорить часами. Я могу подробно все это рассказать. Но у нас нет сейчас времени. Но поверьте, что на местах эти националистические группы возглавлялись людьми, которые потом исчезли. Их не убрали, не убили. Нет, они потом исчезли, испарились из этих регионов. Вы знаете, есть воспоминания, которые написали бывшие те же азербайджанские руководители местных регионов. Не Гейдар Алиев, где там все причесано, прилизано. А местных регионов, которые вспоминали, что странное дело, в толпе в Сунгаите, в этой толпе, которая начала выступать против армян, были здоровые молодые лица, не похожие на азербайджанцев. Но они были самые активные, и они были самые пробивные люди. Они потом куда-то исчезли. И никто не мог вспомнить, а кто же они под национальности. Но всегда толпу надо завести. Но перед этим, простите, эта толпа была подготовлена. И подготовлена, как это не покажется странным, партийными и советскими деятелями, органами Азербайджана. Вы знаете, к тому времени много заменил КГБ республики на лица азербайджанской национальности. Это дало возможность не сообщать в центр обо всем, что действительно творится. Потому что эти материалы всегда собирались, что творится среди населения, какие настроения, какие идут разговоры. А это все оставалось на месте. Представьте, общеизвестный факт, что целую неделю до начала Сумугаинской событий, там были такие вот металлопрокат, заводы, на них рубили, специально рубили, заготавливали металлические штыри. Для чего? Для заборов? Еще для чего? Нет, их даже острили. Их даже специально острили. Это нужно было обработать. Не просто вот взял и нарубил, да, еще надо их привести в такое, в рабочее, страшное состояние. Понимаете, чтобы можно было этим, не просто этим предметом нанести какой-то удар, да, вот, а чтобы этим предметом можно было из человека сделать месиво. Это все, куда смотрело КГБ. Что они не знали, не надо рассказывать, сказали. Все прекрасно знали. Известно, что на этих митингах, которые собирались в центре, были собраны в центре Сумугаинта митинги. Кто собирал? Партийные органы. Собрали население с заводов, с паблик, специально на машинах привозили. И говорили только одно, что ваши враги – это армяне. Это они разбогатели, они богатые. А вы, вот, бедные, нищие, они вас специально используют. А что они делали? И начинались какие-то рассказы о каких-то сказках. Вы знаете, сколько сейчас азербайджанцев из Армении бежало, что с ними делали? Их насиловали, их всех там убивали, их грабили. Это то, чего не было. То, чего не было. Да, появились первые беженцы из Армении. Но назвать их беженцами язык не поворачивается. Потому что известно, что они прибыли по распоряжению бакинских, партийных и советских органов. Им было сказано, переезжайте сюда. И они перебрались в Азербайджан. Но под видом именно беженцев, над которыми в Армении якобы армяне издевались. Вы знаете, это все факты. Это не выдумки. Это не просто какие-то размышления. Это то, что известно по документам. Конечно, азербайджанская сторона закрывает нам все это глаза, говорит, что этого ничего не было. Простите, есть документы. Есть воспоминания, свидетельства очевидцев в том времени. Не армян, даже самих азербайджанцев. Я не хочу сказать, что армяне могут за себя стоять и будут себя оправдывать. Нет. Это лица азербайджанцев. Есть русских. Сколько русских об этом писали, вспоминали. И когда толпа разгоряченная, а чего греха таить? Ведь город Сумгаин, вы знаете, это город, в котором жила рабочая нищета. Это город, который был создан из бывших зэков. Понимаете? И эти зэки, они сохранили свою идеологию, свое мышление. Они сохраняли. Какое оно у них было до этого, оно такое оставалось после этого. Да, они работали, но жили так же, как жили до этого в бараках. В городе было перенаселение народа. Перенаселение. И хоть это 50 километров от Баку, но многие вынуждены были выезжать в Баку на работу, потому что уже там работы не было. А работы нет, значит, я не могу прокормить свою семью. Вот мой сосед армян, он работает, он может кормить, а мне работы нет. Это не значит, что все армяне там работали. Далеко не все. Это вот та предыстория, которая послужила началом страшных дел. И вот эта разгоряченная толпа, которой разносили и спиртное, и наркотики. И вот эта толпа с бешенными глазами ринулась на армянские, на проживание туда, где проживали армяне. Вы понимаете, оказалось, что у них в руках и списки были, адреса были. Не просто сказать, так, где здесь живет Армянин. Нет, уже списки были. Кто-то же их составлял. Как вы можете составить список, если к этому не подключено МВД? Да тоже КГБ. Ну, вы можете сказать, да, вот у меня там есть сосед, или там через дом, через два дома живет армянин. И тут уже вход шло безумие. Потому что описать то, что произошло в Сунгаите, хотя официально там сказали, что там было 26-28 жертв армянской национальности, да хоть одна. Понимаете, это были действительно жертвы. Потому что людей не просто убивали, их разрывали на куски, их мучили. И вот их страдания, они кошмарные. И оправдания нет никакого тем, кто это начал делать. Это был, начало все это 20-х числа февраля 88-го года. Советское руководство Горбачева и вся эта клика его коммунистическая, они постарались скрыть это все. Ну, назвали там, ну, произошли некоторые беспорядки. Но о том, что там была бойня, что пролилась кровь, они молчали. Они молчали. В советской печати ничего не писалось об этом. И то, что в Армении люди поднялись, люди стали собираться миллионами, тоже не писалось. Да, на Политбюро они рассматривали. Это сейчас мы можем прочесть эти секретные протоколы заседаний Политбюро, где они, так сказать, обо всем подобно говорили, но это между собой. А народ ничего не знает. Народ ничего не знает. Больше того, Горбачев обращается с письмом к народу Азербайджана и народу Армении. Вот его публикуют везде, значит, сходили. Но это все пустое было. Понимаете, это все было пустое. Поэтому вина на том, что произошло, лежит прежде всего на руководстве Советского Союза. На том предательском руководстве. Я почерплю. Предательском руководстве. Вы понимаете, американцы настолько поступили умно и хитро, они завербовали ведь очень многих сотрудников, которые потом стали работать в ЦК КПСС. Они сами продвигали их. Егор Яковлев, главный идеолог КПСС. Был американский шпион, который был завербован, когда проходил практику в Америке. Вместе с ним проходил еще один человек, который стал потом главой КГБ Ленинграда, Ленинградской области, Кулагин. Он сейчас беспокойно живет в Америке. С чемоданами документов, которые он отсюда успел вынести.